В разных странах Евросоюза гремят уличные протесты ковид-диссидентов. Демонстрации против ковид-сертификатов в субботу прошли во многих крупных городах Италии. В Триесте митингуют сотрудники Порта без документов, а вакцинации или ПРЭ-тестов их не пускают на работу. Такое правило действует по всей республике. Во Франции традиционные по выходным манифестации против санитарных ограничений участие в акциях приняли 40 тысяч человек. Массовые протесты и в Швейцарии, где тоже действуют меры повышенной предосторожности, и в Эстонии. Там добиваются отмены обязательной вакцинации. И это при том, что суточный прирост инфицированных коронавирусом ковид-19 в странах Балтии не только там сейчас увеличивается. Больница в Украинском ровно. Тревожные сигналы аппарата ФАЛФ здесь не смолкают ни на минуту. Это если не спасение, то по крайней мере надежда. Хотя палаты переполнены. Страна ставит ковидные антирекорды, за последние сутки умерли 614 человек. Заразились почти 24 тысячи. Такого не было за все время пандемии. Боже мой, этот коронавирус это что-то ужасное, это суще отговорит пациентка Евгения Грошко. Мне 73 года, у меня инвалидность, я просто не могла ходить. Я не испытывала ничего более страшного. Господи, как же это страшно. В Латвии на борьбу с коронавирусом мобилизовали даже полицию. После 20 часов в республике комендантский час у прохожих на улицах проверяют документы. Спрашивают, почему не дома. С четверга в стране локдаун, но это пока не помогает. За сутки сразу три новых максимума. В том числе по количеству тех, кто переносит COVID-19 в тяжелой форме, в реанимации на АЛФ. За минувшие сутки в Латвии были помещены в больнице 206 пациентов с диагнозом COVID-19, это рекордное число с начала пандемии. Общее количество пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах также достигло рекордного показателя от 1277 человек. В соседней Литве, где тоже растет число госпитализации и летальных исходов, вводят новые ограничения. В магазины на заправке, в аптеке теперь так просто не попасть. Внутри на одного человека должно приходиться не меньше 30 квадратных метров площади. Такая теперь социальная дистанция. Пациенты жалуются, потому что они мерзнут, пока ждут очереди у входа, рассказывает Зейдуни Юскити, руководитель отдела коммуникации и аптечной сети. Внутри всего два фармацевта, они постоянно звонят начальству, спрашивают, что им делать и как. Это настоящий хаос. А в крупные торговые центры Литвы не пускают без документа о вакцинации. Тех же, кто пытается пройти по чужим справкам, ловит полиция. В ходе последнего рейда задержали почти 40 человек. Штраф за подлог до 5000 евро. Это безумие. Вот я стою здесь и думаю, что мне теперь делать, жалуется посетительница. Простите, но так с людьми поступать нельзя. Рекордный рост заболеваемости коронавирусом и в Германии. В субботу, по данным института Роберта Коха, зафиксировано 100 случаев на 100 тысяч человек. Такого показателя не было с мая. Подавляющее большинство инфицированных не делали прививку от коронавируса, сообщает Макс Хоймерель, глава администрации Мюльдорфамин. Многие из тех, кого доставляют в больницу, не вакцинированы. Как и значительная часть тех, кто попадает в реанимацию. Тем, кто не прошел вакцинацию, власти соседней Австрии грозят серьезными мерами вплоть до жесткого карантина. Это в случае, если заболеваемость не снизится. Страна, как заявил новый канцлер Александр Шаленберг, балансирует на грани пандемии невакцинированных. «Непривитым людям в этой стране должно быть ясно, что на их плечах лежит большая ответственность», отметил он. «Ответственность не только за собственное здоровье, но и за здоровье своих близких семей и коллег по работе. И как канцлер я сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить перегруженности всей системы здравоохранения. Потому что у нас еще слишком много людей, которые все никак не могут заставить себя пройти вакцинацию. Но если в Австрии полную вакцинацию прошли свыше 70% взрослого населения, то Румыния по этому показателю отстает более чем вдвое там привито пока лишь 30%. Врачи уже устали убеждать пациентов сделать прививки. Полная вакцинация могла бы переломить ситуацию», уверен Адриан Маринеску, врач инфекционной больницы в Бухаресте. А самым эффективным средством сейчас был бы тотальный карантин. До крайних мер пока не дошли, но с понедельника в Румынии ужесточают ограничения. Массовые мероприятия под запретом на целый месяц. Вводится комендантский час с 10 часов вечера до 5 утра. В рестораны и гостиницы доступ только по сертификатам и вакцинации. А медицинские маски теперь обязательны даже на улице.